Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армак. Продолжаем наблюдать за старыми партиями, когда я учился играть в герои. Какие-то партии записаны полностью, какие-то частично. Ещё одна игра против Найт Вулфа. Он играет за Башенку, за Салмира, а я всё так же стартую за Брона на болоте и пытаюсь как-то навязать сопернику серьёзные противостояния. Шаблон 2СМ4Д3, так называемая СМ-ка, он очень контактный шаблон. Здесь вы появляетесь сразу на соседних территориях, но между вами очень сильная охрана, поэтому либо вы идёте, съедаете трежерные зоны, при этом очень набираете силы и пробиваетесь напрямую, либо через вторичные зоны, обходными путями, более длинными, но через более простые пробивки, тоже идёте к сопернику. Так что есть несколько вариантов развития на данном шаблоне. Нельзя назвать его таким уж очень линейным, но при этом основных, скажем так, направлений, чем вам заниматься, их не так много. Начинается разбежка, разведка территории. Нужно посмотреть, что находится у вас на территории, само собой. Но помним, что уровень игры у меня здесь очень низкий, поэтому чего-то серьёзного здесь даже не ожидайте. Скорее всего, будет поражение, но если даже и выиграю, то, наверное, не без доли везения. В целом, Найт Вулф, он был игрок более высокого уровня, чем я. В принципе, куча сыгранных партий, при этом почти все выигранные как раз об этом и говорят. Так, находим внешнее жилище ящеров. Далее начинается пробивка скелетов. Змейками тут пытался как-то водиться, но хотя бы начал их прятать, что радует. Отлично. Есть возможность залезть, брать склеп. Ох, конечно, без расстановок, без ничего. Натяпляп полез склепы брать. Ну, взять-то он возьмётся, тем более склеп выпал вообще минимальный. Но просто зачем? Если можно было очень сильно снизить потери, почему этим не воспользовался? Ещё один непонятный мне момент, это зачем я с собой таскаю троглодитов? Потому что на болоте мне приходится их таскать со штрафом. Для них болото не родная территория, поэтому они очень сильно замедляют армию. Заставляют вас на 75% меньше шагов делать. А вот если их удалить или где-то оставить, то вы начнёте без штрафа бегать по бездорожью. Ну и для темпа это будет как минимум более выгодно. С грейджинами ящерами это всё равно не так уж и сложно воевать. Так что троглодиты здесь не являются чем-то таким сверх важным. Они вот видите, на аджор подставляются. Понятно, что лучше терять неродную армию, но при этом тогда нужно, чтобы рядом бегал какой-то вспомогательный герой, саппорт. Который со своей стороны будет таскать этих троглодитов вместо шакти, хотел сказать. Вместо брона. И просто перед каждым боем брону будет их передавать, чтобы он их там отдавал на аджор. Такой вариант будет более, как по мне, правильный. Ну и пора. Пора уже смотреть в сторону выхода на соседние территории. А то как-никак неделька заканчивается, а мы засиделись и сидим с вами на одной стартовой территории. Просто когда ты на одной зоне долго сидишь, у тебя и ресурсы, и золото начинает заканчиваться. И в целом тяжеловато играть через экономику, а в те времена я именно через нее и играл. Доходило до того, что полностью отстраиваю один замок, а потом начинаю отстраивать второй. Это было вполне в порядке вещей. Так, змейки, виверны, в принципе, есть на первой неделе. Ну, основная задача, конечно, пораньше виверн поставить, построить цитадель и замок. Это задача минимум. Так, а тут еще и внешние жилища змеек находятся. То есть можно увеличить их прирост за каждую недельку, если отбить это внешнее жилище. Чем мы собираемся заняться? Брон идет пробивать гноликов. Не знаю, будут змейки сразу покупаться или потом. Но юниты, они очень важны. И в грейженом виде, и без улучшений тоже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, уже средина недельки. Интересно, на каком этапе соперник к нам придет? Будет неделя где-то третья, четвертая, может? Но что еще важнее, я думаю, доиграли ли мы? Точнее, даже не так. До записана ли данная партия до конца? А то всегда обидно смотришь, смотришь, а финалочки в итоге нет. Ладно, если там развитие хотя бы интересное какое-то идет, тогда можно и без финалки. То есть какую-то пользу ты от партии все равно получаешь. Ну, или ты находишься на стриме и хотя бы там какое-то живое общение было или что-то вроде того. Какой-то обрыв там произошел, поэтому пришлось перезагрузить. Во время обрыва я тоже обратил внимание на нашу переписку. Там мы с ним типа переписывались. Давай теми же замками реванш типа устроим. У нас, видите, целая серия игр получилась с одними и теми же замками, по сути. Которые нам нравились. Башенка с Салмиром, мне болото с Броном. Стартовать за Броны это не такая уж и плохая идея на самом-то деле. Но не рассматривать же его как главного героя по самому-то деле. Так, поднимаемся выше. И что мы видим? Мы находим замок соперника. Я сразу же начинаю разворачиваться, начинаю от него убегать, но он же все равно достанет. А цепочка, я не знаю, у нас тут вытянет или не вытянет так, чтобы по-быстрому сделать подвоз. Вот сейчас и посмотрим с вами. Эээ, нет. Не успеваем. Так что соперник, скорее всего, будет нас атаковать, разбивать в пух и прах, что он, в принципе, и делает. Вот он атакует, а мы без подвоза армии. Вот что значит, ребят, нормально не скупаться и не объединять армию вовремя. Идете в какую-то опасную зону, то будьте готовы, в общем-то, встретиться лицом к лицу с вашим оппонентом, скажем так. Начинает вырезаться. Так, ну и что, все-таки разбивают нас, да? По понятным причинам. Мы там глупо подставились. Ну, какой урок вы можете извлечь из этого? Пробиваясь в опасные зоны, добавляйте в себе армии. И когда есть возможность, скупайтесь вовремя. Не бегайте на армии по частям. Вообще, в целом, я мог бы сразу скупиться, сделать подвоз, а потом уже с этим подвозом ехать. А так я уехал, потом решил вернуться назад, и уже армия не довозила. Но это абсолютно неправильно. Нужно же и очередность действий своих продумывать. А то получается, что вы ерундой какой-то занимаетесь. И опять еду на встречу, рядом с соперником, только вроде немножко в другую зону, но это уже не суть важно. Все равно там стычки могут идти. Так что партия, я думаю, будет довольно-таки короткой. И соперник должен быстренько нас наказывать. Тем более, первый раз он это уже сделал. И вот я начинаю опускаться ниже, а там, оказывается, зона тоже уже принадлежит сопернику. Вот что значит пересидеть на респе. Долго сидите у себя дома, соперник, который шарит, он пойдет, остальные зоны захватит. И когда вы пойдете в эти зоны, во-первых, там уже ресурсы будут съедены соперником. Во-вторых, там города будут принадлежать ему. Ну и в-третьем, у него там разведана, а у вас нет. Поэтому он контролирует ваши перемещения и может где-то из темноты на вас прыгнуть. А вы нет, вы идете просто в темноту, не понимая, что да как. Вот такие дела. Теперь на всех порах начинаем убегать, садиться в замок. А и даже не успеваем сесть в замок. Ну, в общем, готовимся к финальному бою. Ну, если соперник даст нам возможность сидеть в замке, то хоть какой-то отпор позволит ему дать. Ну, а если словить на открытой местности, то тут вообще... А, он нас на открытой местности словил. Ну, вот, пожалуйста. Так бы хотя бы башенки могли ему повырезать стрелков. И за счет башен, в принципе, там и могли выходить даже победителями. Хотя цепная молния так-то это очень сильно в любом случае. Сразу же врезаюсь и блокирую целых два стрелковых стека, которые есть у него в наличии. Но гиганты будут тоже шарашить мощно. Ну, все-таки третья неделя он мог себе позволить уже и гигантов ставить. Окружил змеек по максимуму. Когда он их вырежет, он со своей стороны... Вот, видите, уже начинает расстреливать в чистую. Ну, простейшая победа. Вот, просто простейшая. На классе обыграл. Я не могу даже откупиться, потому что у меня золота не хватает. Даже вот сейчас откупаюсь. А с учетом того, что у меня только один город, если бы он дотягивался, то это все. Но он не дотянулся. Поэтому... Ну, главного героя я не могу выкупить золота, банально не хватает. Поэтому придется тут защищаться тем, что есть, по сути. Небольшая доску к армии и все. Ну и ждем, пока он будет атаковать. За счет гигантов он может подольше попробовать постоять. А стрелки за счет... А, так у меня просто цито. Тю. За три недели умудрится всего лишь цитадель поставить, ребят. Это ГГ. Не наделал ни единичек, ни замок не поставил. Чем вообще можно было столько времени заниматься, непонятно. В общем, отвратительно сыграно. Даже хуже некоторых предыдущих партий, которые были. Так что смело поздравляем соперника с очередной легчайшей победой. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на кнопочку под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда начинаются новые стримы и видео выходят. А также подписывайтесь в группе ВКонтакте, чтобы знать о анонсах стримов, турниров и так далее. Все. Всем пока. Удачи. И до новых встреч, ребят. Субтитры подогнал «Симон»!